Всем привет и доброго времени суток! С помощью этой приправы совершен прорыв в научном мировоззрении. Черный перец – это продукт, из-за которого была открыта шарообразность земли. Черным перцем в средние века расплачивались за любые товары и услуги наравне с золотом. За подделку черного перца грозило тюремное заключение и даже смерть. Содержащиеся в перце антиоксиданты предупреждают развитие рака, заболевания печени и сердечно-сосудистые заболевания. На мировом рынке лучшими сортами черного перца считаются сорта теплишери и сорт малобарский. Чем темнее, тверже и тяжелее черный перец, тем он лучше. Ровно 460 грамм должно весить 1000 зерен черного перца. Так еще в средние века его использовали в качестве разновесок для взвешивания других мелких товаров. Черный перец – это король специй. Он содержит уникальное вещество – пеперин, которое относится к алкалоидам. Именно этот компонент целенаправленно воздействует на жировые отложения и препятствует их образованию. Пеперин стимулирует выработку бетаэндорфинов мозгом. А бетаэндорфины ответственны за нейтрализацию последствий стресса. Кроме того, пеперин способствует усиленной выработке пигмента меланина и таким образом препятствует поседению волос. Европейцы узнали черный перец примерно 6 столетий назад и очень высоко оценили его. Перцам можно было не только платить, но и откупаться. В одном французском архиве хранится интересный документ. На жителей города Безье, виновных в гибели некоего Викон Тараже, был наложен штраф размером в 3 фунта перца. Это больше килограмма. Именно ради черного перца были совершены многие великие географические открытия. Чтобы добраться до тех мест, где рос перец, нужно было плыть на корабле, идти через пустыню, снова плыть, потом тем же путем возвращаться, пересекая много стран. Поэтому 8 июля 1497 года из Лиссабона, столицы Португалии, вышла в путь эскадра, состоящая из четырех кораблей. Вел ее капитан Васко-да-Гама. Ровно через 4 месяца, 8 ноября, суда достигли южной оконечности Африки. Мыса Доброй Надежды обогнули его и оказались в Индийском океане. Путь был открыт в индийском городе Калькутта, Васко-да-Гама загрузил свои корабли пряностями, отплыв назад и в сентябре 1499 года, после более чем двухлетнего плавания, вернулся в Лиссабон. Из 168 человек возвратилось только 55, а остальные погибли в плавании. Современные историки и географы считают, что открытие морского пути из Европы в Индии важнейшее из географических открытий после открытия Америки Колумбом. И этому открытию мы обязаны перцем. И вот главными поставщиками пряностей сделались португальцы. Кораблям других стран не дозволялось плыть в южные моря по пути, открытому Васко-да-Гамой. Капитан Фернан Магеллан предложил испанскому королю Карлу I отыскать для испанцев новую дорогу к Перцу. Пять кораблей с экипажем 265 человек вышли из испанского порта Сан-Лукар в сентябре 1519 года. В конце ноября достигли Южной Америки, встали на зимовку. В мае следующего года двинулись дальше и сразу же в буре погиб корабль Сантьяго. В октябре команда Сан-Антонио, сбумтовавшись, повернула обратно в Испанию, а через пролив, названный впоследствии Магеллановым, прошли три парусника. Перед путешественниками открылся океан, еще не занесенный ни на одну географическую карту. Его назвали Тихим. В марте 1520 года поредевшая флотилия Фернандо Магеллана подошла к Филиппинским островам. Капитан погиб в стычке с местным населением, а обветшавший корабль Концепсион пошел ко дну. Всего два парусника достигли Малайского архипелага, взяли на борт драгоценный груз и в обратный путь. Но один из двух кораблей, Тринидад, был захвачен в плен португальцами. И только Виктория, что в переводе означает «победа», через Индийский океан, обогнув Африку, вернулась в Сан-Лукар. Первое кругосветное плавание завершилось. Из 265 человек на родину вернулось всего 18. Экспедиция Магеллана окончательно доказала шарообразность Земли и установила наличие Единого мирового океана. Можно смело сказать, что черный перец – самое познавательное на свете растение. Уникальный состав черного перца – это в первую очередь алкалоид пепперин, который предупреждает развитие рака, заболеваний печени и сердечно-сосудистых заболеваний. Он же регулирует выработку целого ряда ферментов, которые необходимы для правильного обмена веществ. Усиливает процессы обезболивания еще на этапе центральной нервной регуляции, то есть непосредственно в головном мозге. Симулирует выработку эндорфинов – гормонов радости и серотонина – гормона умиротворения. Гармонизирует сократительную способность желудочно-кишечного тракта. Стимулирует выработку пищеварительных ферментов – трепсина, амилазы, химотрепсина, липазы. Алкалоид пепперин увеличивает усвояемость пищи при прохождении ее через кишечник, усиливая степень проникновения аминокислот через стенки кишечника в кровь. Черный перец очищает пищеварительный тракт от оксинов, подавляет гнилостную микрофлору кишечник. Регулярное употребление перца нормализует обмен веществ и способствует более активному сжиганию жира. Усиливает выработку пигмента мелатонина, уменьшает симптомы астмы за счет расширения бронхов. При исследованиях в области косметологии пепперин доказал свою особую транспортирующую способность. Он увеличивает биодоступность для большинства базовых ингредиентов из классических косметологических рецептур. Благодаря пепперину черный перец идеально уместен при разогревающем и расслабляющем массаже. Может быть успешно использован в масках и кремах от выпадения волос за счет привлечения крови к волосяным фолликулам. В небольших количествах он способен повышать эффективность противовоспалительных средств в смешанных рецептурах для лечения кожных высыпаний. Черный перец способствует разжижению крови, усиливает ее микроциркуляцию, очищает кровеносные сосуды и сосуды мозга. Перец укрепляет костную и эндокринную системы, легкие, матку, укрепляет нервную систему, память, способствует концентрации, повышает трудоспособность. Чтобы снять головную боль, пожуйте горошину черного перца. Черный перец прекрасный антивирус. Он повышает иммунитет, прекрасно очищает дыхательные пути, помогает при простуде, гриппе, ангине, бронхите, мокром кашле. В сочетании с медом черный перец является сильным отхаркивающим, очищающим от слизи средством. Для ликвидации застоя слизи в пазухах можно использовать перец в виде капель или втирать в ноздри с маслом кхи. В качестве добавки можно использовать его как мазь при бородавках. Смесь из черного перца и соли – отличное средство для чистки зубов. Ежедневное использование этой смеси предотвращает развитие кариеса, снимает повышенную чувствительность десен и освежает дыхание. После всего сказанного самый раз перейти к рецептам на основе черного перца. При повышенной температуре, вызванной простудным заболеванием, приготовьте настойку из 1 чайной ложки молотого черного перца и 1,2 стакана водки. Для этого необходимо высыпать перец в посуду из темного стекла, залить подогретой до 50 градусов водкой, а затем настоять в течение 2-3 часов. Перед приемом процедить. Принимать по 1-2 чайные ложки. При диарее добавьте в 30 мл воды пол чайной ложки измельченного перца и пейте. При сухом кашле добавить в теплое молоко пол чайной ложки перца, взболтать и выпить. Принимать это средство 2-3 раза в день. Также от сухого кашля помогает смесь из 1 стакана меда, 1 чайной ложки черного перца, 1 чайной ложки корицы. Смесь хорошо перемешать. Принимать по 1-2 чайной ложки 3 раза в день после еды. При ревматизме, простуде, невралгии можно использовать перцовый пластырь. Для изготовления пластыря потребуется 1 чайная ложка молотого черного перца, 1 чайная ложка меда и 1 чайная ложка муки. Смешайте в небольшой посуде ингредиенты до однородной массы. Нанесите массу на кусочек ткани ровным слоем и приложите к больному месту. И накройте больного одеялом. Оставьте пластырь до появления легкого жжения. Снимите пластырь и протарите кожу теплой водой, чтобы снять остатки смеси. Прием с пищей черного перца представляет большую пользу не только для желудочно-кишечного тракта, но и для сердечно-сосудистой системы. Известно, что активные вещества, содержащиеся в пряности, разжижают кровь, очищают кровеносные сосуды, в том числе сосуды головного мозга. Благодаря этому уменьшается нагрузка на сердце и сосуды, а значит уменьшается риск возникновения инсульта, инфаркта и варикозного расширения вен. Черный перец является прекрасным антиоксидантом и способствует выведению кишечных газов и шлаков из организма. В народной медицине широко используются противоглистные свойства пряности. Аюрведической медицинской практике рекомендуется ежегодно проводить трехнедельное очищение организма при помощи черного перца. Для этого в течение трех недель нужно принимать по три горошины черного перца после каждого приема пищи. Следует заметить, что в период очищения питание должно быть вегетарианским, трехразовым и умеренным. Известна польза перца для желающих похудеть. Дело в том, что химический состав перца способствует разрушению жировых клеток. Из плодов черного перца производят масло, которое применяют как наружно, так и внутренне. При ангине, кашле, бронхите и как мочегонное средство при отеке, при заболеваниях сердца, а также при задержке месячных, пьют по одной чайной ложке смеси черного перца с медом, одна столовая ложка молотого перца на стакан меда. При повышенном внутричерепном давлении, отеке мозга, нужно ежедневно в течение месяца по 10 минут жевать горошки перца с изюмом, выплевывая при этом слюну, вместе с которой уходит лишняя влага. Чтобы вылечить лишай и многие другие кожные болезни, обрабатывайте их смесью из черного молотого перца и хны в равных пропорциях. Известен древний рецепт для лечения витилиго на основе молотого черного перца. Порошок перца смешивают с точно таким же количеством нута, это мука, бараньего гороха и соевой муки, затем это смешивают с куриным салом, пока не получится консистенция мази. Натирать эту мазь в течение 40 дней ежедневно на ночь на обесцвеченные участки кожи. Согласно Аюрведе, любое растение способно разогревать кровь, увеличивать общий тонус организма. Черный перец как раз из таких растений, поэтому для повышения потенции предлагается эффективный недельный курс с питьем из молока, молотого перца и сахара. А самый большой оптимист вызывает утверждение, что эффект снадобья может быть заметен буквально после одного-двух приемов. Как же приготовить такое целебное питье? На один стакан молока добавляем по половине чайной ложки молотого черного перца и сахара. Принимаем вне зависимости от еды, ближе к встрече с любимой женщиной. Аденому предстательной железы в начальной стадии излечивают следующим образом. 2 части молотых чернильных орешков, это шарообразные наросты на дубовых листьях, 2 части растертых в порошок сухих гранатовых корок, 1 часть молотого черного перца. И пить этот порошок нужно в течение месяца, дважды в день перед едой по 1 чайной ложке. При выпадении волос молотый перец нужно смешать с луковым соком и сильно натереть корни волос. Выводят это специи и камни из почек. Для очищения приготовьте интересное средство. Приобретите изюм темного винограда. Это важно, чтобы был виноград темный. И выньте из него все косточки. В образовавшуюся пустоту поместите горошинку черного перца и принимайте их по одной в день перед обеденным приемом пищи. И через неделю процедуры камни должны размельчиться и выйти с мочой. Черным перцем можно приправить любимое блюдо, а также приготовить вкусный и полезный напиток из имбиря и специи, который ускорит процесс похудения. В кипящую воду 500 мл кладете 1 столовую ложку тертого имбиря и столько же меда. Через 20 минут снимаете жидкость с огня, процеживаете и даете остыть. Затем добавляете 1 столовую ложку сока, лимона и черный перец на кончике ножа. Напиток пить рекомендуется в теплом виде. Рецепт следующего напитка более простой и не требует особых затрат во времени. Смешайте сок свежего огурца 200-250 грамм, соки болгарского перца и томатов каждого по 100 грамм. Полученную овощную смесь приправьте черным молотым перцем, наслаждайтесь и худейте. С помощью черного перца можно не только сжигать жиры, но бороться и с целлюлитом. Скарб приготовить очень просто. Необходимо залить горсть горошин перца литром оливкового масла и оставить настаиваться смесь на недельку. Такое средство дает результат только после курса в 10 или более процедур. Но кожа обретает небывалую упругость и нежность уже после первого применения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok